У России нет сомнений в легитимности президентских выборов в Сирии, которые пройдут 3 июня. Об этом заявил в Дамаске вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он в Сирии с визитом встретился с президентом Асадом. Репортаж нашего специального корреспондента Артема Потемина. Сейчас в Сирии полным ходом идет подготовка к президентским выборам, которые намечены на 3 июня. Несмотря на то, что в некоторых регионах страны все еще идут бои, обстановка в центральной ее части и в столице относительно стабилизировалась. А республиканские власти уже начали разрабатывать план по восстановлению экономики. Визит российской делегации, в составе которой руководство профильных министерств и ведомств, здесь рассматривают не иначе, как приглашение к дальнейшему сотрудничеству. От Москвы в Дамаске ждут любой посильной помощи во всех отраслях. Визитов российских властей подобного уровня в Сирию не было на протяжении последних нескольких лет. На заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сопредседательствовали вице-премьер России Дмитрий Рогозин и министр финансов Арабской республики Исмаил Исмаил. Запретных тем не было. Помимо оказания гуманитарной помощи, Москва намерена оказывать Дамаску поддержку и в восстановлении банковской системы. На встрече с премьер-министром Сирии Рогозин отметил, что время визита делегации выбрано не случайно. Россия заинтересована в том, чтобы никакие силы не смогли подорвать демократический процесс в республике. Предстоящие выборы прошли в спокойной обстановке и Москва смогла бы выстраивать дальнейшие отношения с законно избранной властью. Я думаю, что мы уже сегодня можем суммировать результаты тех соглашений, проекты которых обсуждались и проекты которых еще могут возникнуть, с тем, чтобы продолжить поиск путей к укреплению и развитию двусторонних отношений. По сути дела, небольшим своим составом российская делегация сумела по секциям, по открытым направлениям проговорить очень важные вопросы, которые ставят импульсом для полноформата обоставления наших отношений не только в области технической и экономической, а в целом отношений между нашими государствами. Улучшение ситуации в республике во многом заслуга Москвы, заявил президент Башар Асад. По его словам, позиция России и ее политическая поддержка – важный фактор в урегулировании сирийского кризиса. Четвертое вето, наложенное Россией в совбезе ООН, не только спасло Сирию, а весь Ближний Восток от гегемонии Запада. Роль России на мировой арене стала еще более весомой. Дмитрий Рогозин отметил, что Россия и дальше будет противостоять экспорту цветных революций, которые приводят к хаосу во всем мировом сообществе. По его словам, разница между предстоящими выборами на Украине и в Сирии существенная. Выборы 25 мая на Украине являются следствием государственного переворота в феврале этого года, а выборы в Сирии 3 июня являются следствием Конституции Сирийской Арабской Республики. В этом районе. В ходе этого, как отмечалось дружественного визита, серьезных соглашений подписано не было. Однако были достигнуты важные договоренности и построены планы на будущее. Глава российской делегации пригласил своих сирийских коллег посетить Москву для того, чтобы провести уже полноценное заседание межправительственной комиссии, на котором стороны смогут уже более детально обсудить пути скорейшего возвращения республики к мирной жизни. Артем Потемин и Юрий Белов. Вести. Из Дамаска. Сирия. Артем Потемин. Артем Потемин. Артем Потемин. Артем Потемин. Артем Потемин. Продолжение следует...